Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Начинаю новый влог. У меня тут заболел мой младший сыночек, к сожалению. Но сейчас такое время, сейчас очень многие болеют. Он у меня уже неделю сидит дома, и нас даже не выписали. Так что мы еще, наверное, неделю, а дальше у него каникулы. Так что у меня, наверное, три недели будет сидеть дома. Ему уже дико скучно, он уже практически выздоровел. У него такое горло осталось. Но сидим дома. Так что как-то так. Ну и сегодня будет такой влог немного обо всем. Сегодня, кстати, отвечу, меня спрашивают по поводу кота Майкуна. Зовут его Леопан, но я отвечу чуть позже, в конце видео, потому что, наверное, не всем это интересно. А сегодня я вам хочу показать одну находку. Это просто для меня лично находка. Меня очень часто спрашивают, почему я редко хожу с распущенными волосами. Вот сейчас у меня волосы такие, как я их... Кстати, они у меня каким-то фиолетовым отливом, да, вы видите? Не фиолетовым, а вообще, на самом деле, они у меня с рыжинкой. Сами по себе у меня волосы темно-каштановые. И я говорила, что я крашу черной краской с 3% оксида. У меня есть седые волосы, поэтому я крашу их. И когда смывается, получается вот такой вот у меня немножко эффект... Я не знаю, как это назвать. Рыжины. Но не фиолетовые, на самом деле, рыжины. Что-то смотрю на камеру, как-то они фиолетовые. Вот, немножко тут солнышко светит. Вот, отдаёт так получается. Так вот, вот так вот выглядят у меня волосы. Когда я их просто помыла, расчесала, и чуть-чуть я их просушиваю, чуть-чуть феном, и ложусь спать. И я мою, сколько я себя не корила, сколько я себе не уговаривала. Я всегда мою голову перед тем, как лечь спать. Вот, я не знаю, откуда у меня такая привычка. Я не могу себя, девочки, перевоспитать с этим. И утром я встаю, это ещё ничего. Это ещё ничего, девочки. Это ещё, может сказать, красиво у меня получилось в этот раз. Вот. И поэтому для того, чтобы носить их распущенными, я их укладываю. Либо завиваю плойкой, либо выпрямляю утюжком. Но от этого они портятся. И я тут себе купила одну штучку. Девочки, это просто огонь. У кого длинные волосы, я сразу скажу, что сушить феном и вытягивать расчёской, они у меня длинные. Знаете, как у меня это получается? Я одну сторону вытяну, а вторую у меня уже перебесит, и я так уберу в хвост и иду. Вот так вот у меня всё время получается. Вот. Смотрите, какую штуку я себе заказала. Вот такую расчёску. Расчёска-выпрямитель. Фирма называется Dijkman. И модель у меня V11. Вот так вот она выглядит. Я вам покажу. Вот. Значит, здесь, во-первых, коробочка такая прикольная. Согласитесь. Я вот эти коробки, кстати, не выкидываю никогда, потому что я в них, ну, если вдруг перестаю пользоваться, то я в них храню. Такая защёлка. Коробочка очень классная, кстати. И вот здесь вот лежит, я её уже сюда положила, вот такая вот розовенькая. Мой любимый цвет такая пыльно-розовая расчёска. Здесь также, конечно же, идёт инструкция. Здесь идёт, ну, гарантийный талон. Вот. И вот такая вот инструкция здесь идёт. Огромная. Вот. Здесь указано вообще для каждого типа волос свою температуру выставлять. Я ставлю 180, так как они у меня, ну, длинные. И плюс они у меня окрашены. Для окрашенных волос температура 180. Я просто тут смотрю. Где-то я про эту температуру тут читала. Вот. Она очень быстро нагревается. 30 секунд буквально. И она нагрелась. То есть я обычно как? С утра вечером по мою голову лягу спать. С утра потом, пока я одеваюсь, я её включаю. Я оделась, она у меня уже полностью нагрета. Во-первых, она большая. Видите? Во-вторых, вы можете выпрямлять волосы даже у самых корней. То есть прочесывать сами-сами корни. Он у меня волосы. Потому что я их пользуюсь уже вовсю. Сейчас я включу и вместе с вами уложу свои вот эти вот пушистые. Это ещё ничего, девочки. Летом у меня вообще вот такой, знаете, я как одуван. Я себя так называю. Вот. Здесь, смотрите, шнур. Вот это вообще прикольно. Есть, как это, петелька, да, для того, чтобы вешать. Если вы вешаете, например, в ванной комнате, например, и так далее. Здесь имеется керамический нагреватель. И это здесь отрицательно заряженные ионы, что позволяет, такой, придаёт блеск такой волосам. Действительно, волосы вообще у меня как будто бы идеальные. После этой расчески сейчас вместе с вами я сделаю. Здесь 10 температурных режимов. Давайте я её включу сейчас, покажу. А, и забыла сказать, ещё идёт вот такой вот чехольчик, который вы можете хранить или, допустим, брать с собой в какие-то поездки. Если я буду куда-то ездить, я обязательно её буду брать с собой, девочки. Потому что я... Чем жарче на улице, тем более пушистая Наташа. Так, вот я включила. Видите, выключена. Потом нажимаю, удерживаю саму эту расчёсочку. Ну, у меня автоматически выставлено 180. Здесь вы можете сделать меньше температуру, больше температуру. У меня 180, да? 180. Здесь вот это вот покрытие ручки, оно очень удобное. Оно такое, как, знаете, по ощущениям, как будто бархатное. То есть, если вы, допустим, используете укладочные какие-то средства, чтобы не скользила ручка, как раз вы держите. Это вообще идеально для меня расчёска. Просто супер. И здесь ещё есть специальная технология для защиты от перегрева. Что тоже просто супер. Волосы не жгутся. То есть, я вижу разницу, если я укладываю там какими-либо другими инструментами, скажем так. И вот эти вот. Они реально, они просто становятся красивыми. Вот то, что мне и нужно. Самое главное. Так, всё. Перестала мигать. Она уже давно нагрелась. Вот. Это я с вами болтаю. И я просто... Ой. Сейчас я. Сейчас я, девочки. Вот. И я просто прочесываю волосы вот таким вот образом. Я их даже не разделяю, девочки. Я просто прочесываю их хорошенечко. Вот так вот. То есть, видите, можно... Вот здесь вот у меня торчало. Можно от самых корней. Это как раз можно... То есть, получается, и на короткие волосы, и на длинные волосы использовать. Но для длинных волос, девочки, это огонь. Просто. Я вам серьёзно говорю. Так. Сейчас мы с вами вот так вот прочешем. Здесь вот у меня что-то топорщится, да? И получается ещё эффект такой, что вы как бы прочесываете волосы, и одновременно они у вас становятся вот такими вот... Смотрите, какие блестящие становятся. Оп. Так. Вот тут у меня что-то торчит. Так. На камеру, конечно, не очень удобно. У кого, например, совсем густые волосы, можно и по порядкам, да, делать. Тут у меня что-то... Что у меня вот тут торчит. Если вы хотите, например, объём, то можно сделать вот так вот. Как бы с внутренней стороны, и будет, видите, более объёмные волосы. То есть, можно вот так вот выращёсывать. Вот таким образом. Что ещё прикольно. И вот такие вот волосы получаются. Ещё добавить маслица, и просто будет идеально. И, кстати, у неё есть защита. Через 60 минут, если вдруг, не дай бог, вы забыли выключить данную расчёсочку, то есть через 60 минут она выключается сама автоматически. Это супер, конечно. И вот такие вот волосы у меня получаются. Вы знаете, получается, волосы, как вам сказать, вот они идеальные, но не вытянутые, не, знаете, не теряют объём, они пушистые. Отключить можно просто нажать и удерживать вот эту кнопочку. И всё, он отключился. Да? С волосами. И волосы получаются, то есть они получаются ровными, и при этом вот такие вот пушистые, видите? Классная, классная расчёска. Девочки, она мне очень нравится. Я в последнее время стала чаще ношу распущенные волосы даже дома, потому что расчёска идеальна. И волосы, видите, блестящие. Полностью все блестящие волосы. За счёт вот этой как раз ионизации. То есть получается, не жгутся волосы, сохраняется блеск, сохраняется влага в волосах. Я обычно ещё добавляю чуть-чуть маслица на кончике, потому что кончики у меня повреждённые. Вот. И получается вообще супер. Слушайте, какая-то я на камеру красноватые волосы у меня нет. Они чуть-чуть у меня с рыжинкой. То есть я провожу. Можно по прядкам. Прямо вот берёте прядку, там вот сверху, снизу, и начинаете прочёсывать. Ну, я так не делаю. Я делаю быстренько. Так вот чук-чук-чук-чук прочесалась, и всё. Волосы. И при этом волосы дальше не пушатся. То есть даже было такое, что я попала под снег. Волосы у меня были сверху куртки. И они у меня промокли, потом высохли и не распушились. А дуванчиком, как обычно, мне очень нравится. Я всем рекомендую. Особенно девочкам, у которых длинные волосы, я вам прям оси души. Потому что вот это вот... Вытягивать вот это волосы, это для меня какой-то кошмар. Честно признаюсь. Вот. И, кстати, вот здесь вот зубчики так расположены, что вы можете, да, прочесывать прямо вот касаясь самой. То есть здесь есть именно сами зубчики, и внутри керамический нагревательный элемент. То есть вот эти вот сами. И тем самым вы не обожгётесь. То есть даже вот просто вот так вот до неё можно спокойно дотронуться, и вы даже, ну, ни руку, ничего не обожгётесь. То есть сам он не сильно нагревается. То есть он, ну, просто становится как бы тёпленький. И также огромный плюс для меня этой расчёски в том, что я, получается... Ну, она у меня уже выключилась, да? Вот. Что... То есть я и расчёсываю волосы, и одновременно их выпрямляю. Супер! Ну, посмотрите. Потому что у меня волосы, ну, они очень капризные. Без укладки никуда. Но часто укладывать – это портить волосы. С этой расчёской нет, такого не происходит. Так что супер! Я всем очень рекомендую эту расчёску. Мне кажется, даже если у вас короткие волосы, чтобы их угомонить, вот как раз-таки быстренько раз-раз расчесались и побежали. Супер! Так что ссылочку я вам оставлю под этим видео. Обязательно переходите, смотрите. Расчёска прям огонь. И я думаю, почему я раньше её себе не приобрела. Вот. Так что супер! Ну, а я сейчас, мне нужно погулять, быстренько сходить с собакой. Так сегодня будет немножко обо всём. Вышли с Бонночкой погулять. У нас тут за ночь. Смотрите, какая. Смотрите, какая красота. Снега навалило. Вон сколько. Прикольно так. Ну, это лучше, чем слякать. Смотрите, всё, снегу. Класс. Да, Бона, классно? Пойдём, пойдём. Такой у нас снежный сегодня денёк. Класс. Даже немножко вон там солнышко пытается пробиться. Костики такие. Вот люблю вот такую погоду на улице. Минус один всего. При этом он такой красивый снежок. Да, Босси? Не оделась сегодня я эту по-быстренькому, пока у меня младший дома. По-быстренькому сходим. Маленький кружочек. Я имею в виду, накидку не одела. Маленький кружочек сделаем. Красота. И мы красивые. Там тоже, видите, всё заснежено. Так прикольно. Так нравится. Ветерок, правда, поднялся. Показать. Прямо всё, снежочки. Красота. Мы с Боной чуть-чуть быстренько сходим. Младший у меня дома болеет. Ну, как, ему уже лучше намного. Всё равно один дома, а мы быстренько пройдём. Звоня ошибкой. Ветер. Да? Чё, поэтому. Долго не гуляем сейчас. Поэтому без попонки. Снежок. Красота. А ёлочки вообще красивые, да? Видите, какая красота. Вон он гуляет. Какие красивые. А это котики. Составляет компанию моему младшему сыночку. Он здесь, я ему разложила диван. Он здесь валяется, пока болеет. Вот. И, в общем, они, видите, гуничка. Мне говорят, что я её редко показываю. Ну, вот. Пришла, так сказать, составить компанию. Вот. Ну, и, конечно же, Леофан. Видите, они вполне нормально, спокойно лежат. Не трогают друг друга. Вот. Так что, вот такие вот красавчики вместе с моим младшим сыном поддерживают его, можно так сказать. Сейчас ещё попросила мужа зайти получить мой заказ с Вальверес. Как обычно, я там продолжаю заказывать. Я вообще там беру всю бытовую химию вот в таких больших канистрах. В этот раз я решила попробовать кондиционер для белья от марки ГРАС. Гели для стирки у меня ещё есть. Всё время беру вот в таких пятилитровых канистрах. Решила ГРАС попробовать. Впервые беру. Ну, мне нравится средство для уборки от этой марки. Ну, вот решила средство для стирки тоже попробовать. Может быть, понравится. И также взяла средство для мытья посуды. Пятилитровую канистру. Я вообще не пробовала средство для мытья посуды именно от ГРАС. Но так как средство для уборки мне очень нравится, я подумала, что и, наверное, средство для мытья посуды мне тоже понравится. Тем более, почитала отзывы. Отзывы там очень хорошие. Всем очень нравится. И, соответственно, да, вообще у меня самые ходовые средства для уборки – это средства для мытья посуды и белизна. Белизна у меня тоже была куплена в пятилитровой канистре, тоже на Вальберес заказывала. И средством для мытья посуды я мою всё, и столешницу, и посуду, в общем, всё, что связано с кухней, всё я мою именно средством для мытья посуды в основном почему-то, не знаю, мне очень нравится, вот. А всё, что связано, скажем так, с сантехникой, я мою белизной. Вот, также я решила попробовать вот такую мицеллярную водичку. Вообще, мне нравится в последнее время мицеллярная вода чистой линии, она у меня уже подзаканчивается, я решила, что попробую белорусскую. Вот такую термальная мицеллярная вода для лица и кожи вокруг глаз. Грасс, в общем, снимать макияж ею, вот, да, не знаю, попробую, как она, понравится или нет. И, кстати, вот к этим Грасс мне ещё положили вот такие вот подарочки. У них есть гели для душа, тоже в пятилитровых канистрах, но я как-то, не знаю, всё время сомневаюсь. И вот мне дали вот такие два пробничка. Шло всё вот в таких коробках. Там у меня всякие инструменты мужа. Вот, в таких больших коробках. И внизу коробки лежали вот такие вот пробнички. С удовольствием. Да? С удовольствием попробуем, красавчик мой. Вот. Также взяла, конечно же, так как у меня всякие вот такие красавчики дома живут. Всякие вот такие вот пушистые красавчики, волосатые. Вот это, это для меня просто палочка-вурачалочка. И заказываю тоже. Слушайте, ну, у меня быстро они очень уходят. Сменные вот эти вот ролики для чистки одежды. Здесь их у меня тоже сколько? 12 штук в упаковке. Вот. Это вообще у меня всегда должна быть это в доме. Вот. И также до кучи заказала вот такие спонжики. Давно я, кстати, не была в фикс-прайсе. Сто лет. Вот, кстати, собиралась сходить. Но, видите, у меня сыночек заболел. Так что сидим дома с ним. Здесь 10 штук. Спонжики я люблю вообще в фикс-прайсе покупать. Видите, они такие тоненькие. Наверное, разбухнут, когда намочу их. Тоже попробую. Не знаю, понравится, не понравится. Но надеюсь, что понравится. Как и мицеллярка. Так что вот такой вот у меня получился. Ну, не маленький, да. Но все-таки по количеству немного, да. Но такие вот, такой вот заказ. Мне нравится то, что на Вальберес есть белорусская косметика. Ну, вот. Я, ну, в общем, потихонечку знакомлюсь с белорусской косметикой. Мне очень нравятся у них карандаши для бровей, для глаз. Туши, вы знаете, я покупаю постоянно белорусские. В общем, супер. Так что надеюсь, что мицеллярка мне тоже понравится. Мне самое главное, чтобы она не сушила кожу, но и хорошо снимала макияж. Надеюсь. Правда, три в одном, типа как и тоник. Ну, вот. Но много положительных отзывов. Ну, кому интересно, ссылки оставлю. И Касперюша наша решил забраться вот на эти полочки, которые были сделаны специально для Леофана. Он по ним лазит всегда. Ну, даже спит вот на этой верхней полочке. Ну, Каспер от вредности или решил показать, что остался еще порох в пороховицах. Я не знаю. Ну, в общем, забрался на эти полки, не пускать сюда Леофана. Часто в последнее время так стал делать. Непонятно зачем. Ну, в общем, если Леофан пытается забраться на своей любимой полочке, то Каспер его бьет. Вот. Так что, в общем, Каспер тоже решил немножко, наверное, размяться. Видите, внизу сидит Леофан, очень хочет забраться на эти полочки, а Каспер ему не разрешает. Вот такой вот вредный котик. Это рисунок моего младшего сына тут он мне рисовал. Вот. Так что, вот такие вот они бандиты у меня. Иногда их вообще не видно, а иногда начинают ходить, хулиганичать. То один, то второй, и Каспер сидит. Еще, девочки, в этом видео, в конце этого видео, да, как обещала, я хочу рассказать вам про кота Майкуна. Меня многие спрашивают, как мне вообще эта порода. Они такие огромные. У них такое... Ну, у некоторых есть, наверное, зависит еще от окраса, такая мордочка, как будто бы злобная. Знаете, есть такая история. На самом деле, коты Майкуны – это добряки просто... Он просто самое доброе животное, которое у меня вообще в доме живет. А у меня их пять, как вы знаете. Что по поводу характера? Вот интересовал характер, минусы, плюсы породы. Ну, минус... Минуса два. И если у вас всегда были какие-то маленькие кошечки, то это прямо так вот существенно. Мне, когда говорили об этих минусах, вообще я читала про эти минусы, я думаю, ну, фигня какая-то. Не фигня, девочки. Минус заключается в том, что они очень много едят. Я не скажу, что он прямо переедает, но сами по себе у них даже порции намного больше, чем у обычных котов. И, соответственно, они очень много ходят в туалет. То есть лоток я чищу каждый день. Можно даже несколько раз в день. И он всегда переполнен. У меня три лотка в доме, и они всегда переполнены. И он очень много ест. Девочки, серьезно, очень много. То есть у него порция, я не знаю, ну, очень большая. По сравнению с Джуси, у меня есть собачка моя меньше, чем кот. Что еще по поводу кота? Ну, это и все. Это и все минусы. Еще по поводу кота. Как он по характеру? Я бы сказала, что это собака в обличии кота. Потому что по характеру он, наверное, больше как собачка. Он компаньон. Он всегда там, где есть мы. То есть люди. Либо он с моими детьми, либо он со мной. И он постоянно. То есть вы что-то делаете, он будет сидеть рядышком, смотреть. И принимать, пытаться принять участие во всем, что вы делаете. В этом, на самом деле, это прикольно. Потому что вот у меня, например, что Гуни, что Каспер, они, ну, как бы, я у них живу. Не они у меня. А с Леофаном совершенно по-другому. То есть он действительно принимает активное участие в жизни вообще всей нашей семьи. В отличие от того же Каспера и Гуни. Им вообще все равно. У них главное свои какие-то дела, свои забуды. Поспать, поесть, там еще чего-то. И как бы на этом все. Вот. Что еще? Насчет мебели. Дерет он мебель или нет? Ну, есть такое. Вот он любит забираться. Видите, у меня вот здесь вот такие зацепки. Он любит забираться вот на эту часть вот этого кресла. Это муж у меня здесь. Ну, как рабочий кабинет мужа. Вот. И вот он любит здесь вот сидеть и смотреть, что делает муж. Поэтому, ну, есть такие моменты. Вообще, если вы заводите кота, то, конечно, где-то зацепки он будет оставлять. Так, в принципе, нет. Он не дерет, ковры не дерет. В лоток ходит, ну, без всяких вообще каких-то промахов, я бы так сказала. Вот. Насчет хориганья. Вы знаете, я вообще всех своих животных, ну, такой у меня воспитательный такой момент, он работал у меня абсолютно на всех. Он заключался в том, что я, когда животное что-то сделало, что я не хочу, чтобы делал, например, лазить по столам. На обеденном столе у нас сидеть нельзя животным. Ну, сверху обеденного стола. Я обычно как показываю, что нельзя. Я делаю такое злое, злую себя, такой злой голос, повышаю тон и прям так, ну, него там, типа, не всё, ну, нельзя так, знаете. И всем животным обычно было всё понятно. То есть, Бона, Каспер, Леофан, любые другие животные, которые у меня были когда-то, да, вообще с этим проблем не было. Леофан не понимает. Причём он искренне не понимает. То есть, я когда на него фурчу за какие-то его проступки, знаете, что он делает? Он вот так вот поворачивается, смотрит на меня, делает так, мру, и вот так головой ещё кивает. И чем громче я на него с ним разговариваю, тем громче он мне отвечает в ответ. Причём так, ур. И, то есть, знаете, такое вот бесслобное мордочка при этом. То есть, он реально не понимает, почему, то есть, почему нельзя, почему я вообще ору тут, как сумасшедший, и всё в этом духе. И, то есть, моя система воспитания спотыкнулась именно на маякуне. Лазит по столам, в столовой, да, где мы именно кушаем, там он не лазит. А вот на кухне ему очень хочется. Он пытается именно там, где у меня плита. И не для того, чтобы там что-то украсть или что-то там съесть, облизать или так далее. А просто он хочет там сидеть. Просто сидеть. И всё. И вот, ну, не переубедить его в обратно. То есть, я его оттуда выгоняю. Он как бы уходит. Мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур не в ответ. Уходит. Потом опять то же самое. Повторяется. Раз за разом. Ещё из хулиганства этого кота, это он ковыряется в помойке. То есть, в мусорном ведре. У нас, ну, как и у всех, да, мусорное ведро у меня стоит под раковиной. Он открывает тумбочку, вот эту дверцу открывает. Вытаскивает это ведро. Причём это всё происходит так тихо, что если вы находитесь где-то в другой комнате, вы не сразу поймёте, что вообще происходит. Такое ощущение, что он, знаете, так лапками его вытаскивает, ставит посередине, реально ведро, вот стойня стоит посередине кухни. И он оттуда всё вытаскивает. Зачем он это делает? Не для того, чтобы что-то поесть, а именно для того, чтобы вытащить оттуда, ему очень нравятся фантики. Ему нравятся такие вот всякие шуршащие бумажки, особенно, ну, у кого есть животные, тот знает, знаете, упаковки из-под корма, там вот такую штучку отрывается от сухого корма. Вот ему вот эти вот пластиковые нравятся всякие бумажки и всё в этом духе. И он все эти бумажки утаскивает на второй этаж в детскую комнату. Раньше он просто раскладывал их по всему полу на втором этаже, то есть вытащенные из помойки. А потом он понял, что я их выкидываю, убираю, и он стал их прятать под ковёр или между кроватью и стенкой у сына. Вот туда вот прямо запихивает. Причём, когда я иду туда убираться, он это видит. То есть я, допустим, беру пылесос, иду в комнату, в детскую комнату, и он, знаете, что делает? Там, где у него заначки под ковром, он просто ложится туда и лежит. И всячески не хочет уходить. То есть потому, что у него под ковром, то есть он понял, что я выкидываю все его заначки. И... Ой, в общем, кошмар. И он не даёт мне. Причём у него нет такого, что вот прям любимая бумажка, и он с ней будет играть. Нет, он перетаскает всё туда. То есть там будет прям реально вот такая гора всяких бумажек, фантиков, шуршащих, там, не знаю, каких-то обёрток пластиковых и всего остального. Вот у него такая вот история есть. Сам по себе он совершенно беззлобный. Он не царапает, не кусает никого. Даже если он, ну, знаете, играет, там, прикусывает как-то, то это... Ну, так слегка. То есть это как игра. С другими животными он тоже ладит. С ним не ладит Каспера. Каспер его постоянно бьёт. Постоянно. То есть вот он специально как бы сильно там не нападает, не подкарауливает его, но он его всё равно бьёт. То есть он... Если Леофан мимо проходит Каспера, то Каспер обязательно его ударит, нафурчит, наорёт. В общем, кошмар. Со всеми остальными животными вообще абсолютно спокойно ладит. С Джуси они вообще, друзья, постоянно играют, постоянно дурака валяют, как я вам уже это и показываю. Вот. Так что он во всём остальном реально классный кот. Он постоянно, постоянно при тебе, он постоянно, ну, как бы составляет тебе компанию. Насчёт ласки. Да, он ласковый. Его в любое время может он пойти, подойти, погладить. Он с удовольствием помурчит. Даже сам иногда приходит. Но он не навязчивый. То есть нет такого, что он будет тебе там на голову забираться, чтобы ты его только погладил. Нет. Он как будто, вы знаете, чувствует настроение. Если ты лежишь такой на диванчике, он придёт к тебе, ляжет рядышком, и ты его гладишь. Вот. Когда ему надоест, он просто встаёт и уходит куда-то в другое место. Вот. Как кот, наверное, по характеру он очень классный. Просто, ну вот, реально что-то среднее между собакой. Их, кстати, часто называют котопёсами, и я с этим абсолютно согласна. Кто не знает, этого кота зовут Леофан. И он был подарен на день рождения, на 10 лет моему старшему сыночку. Очень мне хотел такого кота. И мы ему подарили, конечно же. Вот. Ну и на сегодня уже и так много наболтала. На сегодня я уже буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, который ещё не подписан. Всех люблю. Целую. До новых встреч.